Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 35 тура Ла Лиги Вильяреал-Сельта. Встречаются шестая и десятая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десяти очных матчах команды шесть раз играли на обе забьют нет и шесть раз на тотал больше. Последние три очные матча выиграли гости. Последние шесть очных матчей на Ла Серамика были результативными. Статистика команд. Вильяреал не проигрывает последние три матча. Вильяреал не пропускал в двух последних матчах. Сельта забивала в последних трех матчах. Сельта без побед в последних двух выездах. В минувшем туре Вильяреал обыграл 1-0 Хетафе. Гости намного более активнее играли в атаке, создали 3-4 голевых момента, но проиграли матч пропустив едва ли не единственную контратаку хозяев. Сельта обыграла Леванты 2-0. Хозяева более активно действовали в атаке и победили заслуженно. Леванты создал полмомента за весь матч и даже на гол престижа не наработал. Очный матч первого круга выиграл Вильяреал 4-0. В четверг команда Эмери сумела отмахаться в ответной игре с Арсеналом на 0-0. Как и в матче с Хетафе, мяч в ворота Вильяреала просто не лез. Дважды за гостей играла стойка ворот. Таким образом Эмери установил абсолютный рекорд, выведя свою команду в пятый раз в Еврокубковый финал. Обычно после таких матчей, которые требуют высокой концентрации и полной самоотдачи, наступает объяснимый спад в игре команды. Сельта сейчас находится в неплохой форме и в этой игре запросто может потрепать нервы хозяева. Последняя двоочная матча Вига Вильяреал выиграл в сухую. Вильяреал не пропускал в двух последних матчах. При этом запросто мог пропустить парочку как от Хетафе, так и от Арсенала. Поэтому здесь логично ждать, что сельта Галешник точно должна бы забить, но реально может быть и более. Тут похоже должна бы быть либо результативная ничья, либо результативная победа гостей. Из связки ставок тотал больше обезобьют до Х2, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 1.91, на Х2 1.85, на обезобьют до 1.71. Здесь логично взять вариант не проигрыша гостей, поскольку хозяевам будет непросто настроиться на рядовую игру после битвы с Арсеналом. А также стоит ждать, что фортуна в этом матче будет на стороне сельты. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.